Всем привет, мои дорогие друзья и студенты! Меня зовут Вероника, и сейчас я нахожусь в музее-заповеднике Коломенское в Москве, и мы будем здесь гулять. Я уверена, что вы узнаете очень много всего интересного. За мной вы видите дворец Алексея Михайловича. Я расскажу подробно о нём чуть позже, а сейчас я хотела бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал. Вы тоже можете помочь моему каналу развиваться. Ссылка в первом комментарии под видео. Выходим из парка и видим впереди дворец царя Алексея Михайловича. Он был построен в 1667 году. Скажу пару слов о царе. Алексея Михайловича прозвали в народе Тишайшим, потому что у него был очень мягкий характер. Более того, царь Алексей Михайлович был очень религиозным и набожным человеком. Однако именно при нём произошёл раскол русской православной церкви. Но вернёмся к нашему дворцу. Он состоял из 26 отдельных теремов, которые соединялись специальными переходами. Здесь три тысячи окон. Моё внимание сразу привлекла эта необычная крыша. Признаюсь, ничего подобного я раньше не видела. Какая интересная технология. Эти разноцветные пластинки как листья. Ребята, я очень скучаю по вашим лайкам и комментариям. Пишите, нравится ли вам Коломенское и что именно вам больше всего понравилось. Коломенское находится на юге Москвы. Это в целом не самый приятный район для жизни в столице. Но конкретно этот музей-заповедник прекрасен. Ещё скажу, что Коломенское находится на зелёной ветке метро. И сюда добраться можно от станции Каширская или Коломенское. Сейчас мы подходим к главному входу в покое царя. Здесь мы видим расписной потолок. Здесь нарисованы лев, единорог и райское дерево между ними. Именно в этих покоях принимали иностранных послов и важных персон. Вы только посмотрите, какие старинные роскошные двери за мной. Эта дверь меня тоже изрядно впечатлила. Во-первых, она очень красивая. Во-вторых, сейчас я покажу вам картинки или изображения поближе. Здесь перечислены все титулы царя. Это все те земли, которыми владел царь. Вы знаете, что я филолог, я большой любитель старины. Здесь вы можете увидеть древний алфавит. В 1703 году столицу перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. И в результате этого решения дворец, который мы видим, дворец в Коломенском пришёл в запустение. Он больше не был так сильно нужен. К сожалению, в 1767 году дворец разобрали, а в 2010 году дворец восстановили по оригинальным чертежам. Я не знаю, как вы, но лично я в восторге от этого места. Наверное, вас интересуют московские цены. Это стенд с выпечкой. Естественно, все цены в рублях. В Коломенском огромная зелёная территория. Здесь растут древнейшие дубы, которым 400 лет, и старые яблони. Панорамный вид с холма на реку и город. Здесь всегда куча отдыхающих и в будний, и в выходной день. Панорамный вид с холма на реку и городом. Панорамный вид с холма на реку и городом. Панорамный вид с холма на реку и городом. Территория Коломенского – это целых 400 гектаров. Обратите внимание, как чисто. Это древние спасские ворота, которые были построены в 17 веке. А это передние ворота. Древние спасские ворота. Девушки отдыхают. Сейчас мы мед едим ложкой, а в старину, по крайней мере на Руси, мед пили. Он был жидкий. Можно покататься на лошадках. Это церковь Вознесения Господня. Её начали строить в 1528 году, и это здание является шедевром мировой архитектуры. А это уже церковь Святого Георгия с колокольней. Покажу вам поближе. Разные интересные детали и мелочи. Между прочим, эта церковь является одним из объектов всемирного наследия. Зарисовка на тему история и современность. А если пойти по дорожке, вы спуститесь прямо к реке. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...